Итак, давайте мы с вами найдем Матфея, 16 главу, с 13 по 20 стихи. Давайте мы с вами найдем и вместе прочитаем. Еще раз скажу, Матфея, 16 глава, с 13 по 20 стихи. Давайте вместе прочитаем. Придя же в страны Кесарии и Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «А за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Яна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию, или за одного из пророков». А Он говорит им, «А Вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плод и кровь открыли тебе это, но Отец Мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата Ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, не говорили, что Он есть Иисус Христос. Итак, сегодня у нас пятое занятие, лекция на тему, каких работников использует Бог. Итак, почему Бог использовал Петра? А также, почему Бог использовал Павла? То есть, вот эти двое людей, они такие, вот они противоречивы, противоречивы друг другу. Вот Петр, он был рыбак. То есть, он был из Галилеи, так сказать, из сельской местности. А Павел, он был элитой. И также, он родился в очень известном городе. Но Бог, Он использовал обоих, и Петра, и Павла. То есть, и тогда мы можем сказать, а, вот Бог, Он может использовать и малообразованных, и те, которые образованные. И также, наш Господь может использовать те, которые родились в сельской местности, и те, которые в городе. И, возможно, вы можете задать вопрос. Но вообще тогда, каких работников использует наш Господь? И вот это послание сегодня вам необходимо получить. Сегодня во вступлении сказано, что самая большая проблема большинства христиан в том, что они не испытывают то, что живой Господь очень точно управляет ими. Да, конечно, все верующие не верят, что Бог, Он живой. То есть, нет таких христиан, которые не верят, что Бог живой. Но проблема в том, что, как мы с вами прочитали, Бог очень точно ведет нас, точно нами управляет, но люди не могут это испытать. То есть, другими слами, у них нет такого испытания. То есть, хоть они верят, но они не имеют вот это испытание, поэтому то же самое, что они и не верят. И вот если вы будете в таком же положении, у вас будут проблемы. Ну, конечно, у таких людей очень много. Тогда вот если вы не можете верить, что Бог, Он всем управляет и вами, тогда, конечно, не получится ни проповедование, ни служение. И вот есть у нас три доказательства, что Бог, Он живой. Что это за доказательства? То есть, если вы испытаете вот эти вещи, тогда вы можете точно сказать, «А, у меня есть уверенность, что наш Господь, Он жив». Вам необходимо испытать, свидетельствовать совершение Божьего Слова. Первое. Потому что Бог дает Слово, и Бог его совершает. И вот если у вас будет вот это свидетельство о совершении Божьего Слова, тогда вы будете говорить, «Да, действительно, Бог, Он действительно живой, Он со мной». А если вы вот это не испытали, то неважно, насколько Бог, Он живой и правит, но вам будет тяжело в это верить. А также второе свидетельство – это ответ на молитвы. потому что и сейчас Бог, Он отвечает на наши молитвы. То есть, вот не то, что мы видим Бога глазами, но мы испытываем, что Бог, Он сейчас, Он действует и отвечает на наши молитвы. И вот это вот второе свидетельство, которое у нас должно быть, что Бог отвечает на наши молитвы. И вот если вы можете испытать, что Бог, Он отвечает на ваши молитвы, тогда вы можете испытать, что Бог живой, и Он со мной. А третье свидетельство какое? Бог, Он и сейчас совершает служение или действие спасения. То есть, даже сейчас Бог, Он спасает тех, которые должны получить спасение. Если вы сможете испытать вот эти три вещи, тогда у вас появится свидетельство – «А, Бог живой, Бог, Он со мной». Вот вам необходимо вот это в реальности испытать. Поэтому я желаю, что вы сейчас проверили вот эти вещи в своей жизни и ухватились за них. И тогда, для того, чтобы испытать вот эти три вещи, какой метод есть? И вот путь испытать вот эти три вещи, как сказано во вступлении в нашей книге, что испытать эти три вещи можно через провозглашение Благой Вести. То есть, если вы будете провозглашать Благую Весть, тогда вот эти три вещи, вы их испытаете. Поэтому те люди, которые передают Евангелие, они вот эти все три вещи, они испытали. Вот в моем случае, когда я осознал это Евангелие, я постоянно провозглашал это Евангелие. И вот в тот момент, пока я проповедовал Евангелие на местах действия, я испытал, что вот эти три вещи. Поэтому у меня была уверенность, что Бог Он живой. И Бог Он со мной. И вот вера моя, она не была нездравым мистицизмом. То есть, я не то, что увидел что-то. Пока я проповедовал Евангелие, вот эти три вещи, я их испытал. Поэтому на этом была основана моя вера. И если у вас есть свидетельства относительно этого, это хорошо. Потому что Бог хочет, чтобы в вашей жизни вот эти три вещи совершались. И сказано сегодня, те, которые полностью полагают себя ради провозглашения этой благовести, те могут испытать, что Бог Он живой. То есть, если вы не проповедуете Евангелие, тогда вы не можете испытать то, что Бог Он живой. То есть, если вы не выходите на место действия, вы не проповедуете Евангелие, тогда вот эти три вещи вы испытать не можете. Поэтому Бог Он живой, и Он сейчас вот эти три вещи Он совершает. И где можно испытать вот эти три вещи? Когда вы провозглашаете Евангелие, через провозглашение Евангелия. И вот я сейчас провожу форум через видео, и Бог Он постоянно привозглашает, Бог всегда Он людей прикрепляет. И вот тоже там проповедник один, он говорит, что еще присоединится новый человек к форуму с Украины. И то, что я делаю, я просто сейчас сижу в своем офисе, и через вот этот видеофорум я сейчас встречаюсь с людьми и передаю Евангелие. И вот когда я слушаю форум этих людей, вот ко мне пришли такие мысли, как такого человека Бог мог ко мне прикрепить? То есть, если по-настоящему получается испытать нам три вещи через провозглашение Евангелия, то нам действительно необходимо провозглашать это Евангелие. Поэтому все те, которые полностью свою жизнь полагают ради провозглашения Евангелия, они все испытают, они все испытывают, что Бог Он живой. И я не говорю, что вот они испытали, и они говорят, Бог Он живой. Нет, Божье Слово, оно живое, и оно совершается, это как завет. И в Матфея 28 главе 16 по 20 стихии Иисус говорит Он, идите во все народы и поставьте учеников, и крестите их во имя Отца и Сына Святого Духа, и учите их соблюдать все, что Я повелел вам. И посмотрите, что Иисус говорит в 20 стихе, и так Я буду с вами до скончания земли. То есть Я иду только и проповедую Евангелие, ставлю учеников, и Иисус, у которого власть на небе и на земле, Он говорит, что Я пребуду с тобой. Поэтому вам необходимо испытать, ага, действительно, это правда. И действительно Иисус говорит, Я с вами, со властью на небе и на земле. Поэтому провозглашайте Евангелие и испытайте, это правда или нет. Вот я когда провозглашаю Евангелие, я всегда, я так думаю, кого приготовил Бог здесь, в этом месте. И на следующей неделе, понедельник, вторник, у нас будет обучение для иностранцев. Я уверен, будут люди, которых Бог приготовил там. Это не то, что когда я проповедую Евангелие, люди получат впечатление от меня. Нет. Когда я проповедую Евангелие, действует Дух Святой, и люди сами начинают осознать многие вещи, и они сами исповедуют это. И вот Матфея, 28 глава, 16 по 20 стих, действительно, нам надо испытать это. О чем говорит нам второе? Марка, 16 глава, 15 и 20 стихи. Говорит, идите во все народы и проповедуйте Евангелие всем творением. И вот если вы посмотрите 20 стихи, то когда ученики вышли и проповедовали везде, то Господь содействовал им с подкреплением и подкрепляя слово через разные знамения. То есть, ученики, они вышли по всему миру, во все народы, проповедовали Евангелие, и Господь был вместе с ним, с ними содействовал. И даже сейчас это происходит. То есть, вот это было Божье Слово, и это Слово, даже сейчас оно совершается. Вот Деяние, 1 глава, 8 стих. Что говорится? Вы будете свидетелями моими до края земли. Но, что сказано? Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете свидетелями в Иерусалиме, Иудеи, Самаре, и даже до края земли. То есть, друзьями с вами, если Дух Святой сойдет на вас, обязательно вы станете свидетелями. То есть, необходимо вот это Слово, которое является Божьим Словом, проверить и иметь уверенность. А также, если вы посмотрите Деяние, 3 главу, с 1 по 12 стих, здесь Петр, он передает Слово хромому и поднимает его. То есть, этот хромой, он желает получить денег, а Петр Иоанн говорит, день денег у меня нет, но что имеет, то даю тебе. Во имя Иисуса из Назарета встань и ходи. И тогда хромой он поднялся. Ну, на самом-то деле, кто поднял этого хромома? Вот, люди, которые не понимают, толпа, они думали, Петр поднял хромого. Ну, и тогда Петр, он говорит, это не я, почему вы хвалите меня? Но что я сделал? Я провозгласил ему Иисуса Христа, и он поверил и встал. Петр так сказал. То есть, он встал во имя Иисуса Христа. То есть, вы просто провозглашаете Иисуса Христа, и тогда хромой он встает. Как вообще такое может произойти? Но, когда мы правильно передаем Евангелие, тогда Дух Святой действует. И вот эти все события, которые происходили на местах действия, где провозглашалась Евангелие. А также Деяние 8 глава с 4 по 8 стих. Вот Филип, он вышел на проповедование в Самарию. И в Самаре он ничего не делал, кроме провозглашения Иисуса Христа. И вот люди в том городе, они слушали слова Филиппа и внимали написано. И тогда многие люди получали исцеление, бесы выходили, и много действий было. То есть не то, чтобы Филипп делал что-то другое, то есть он там толкал людей, он там молился за людей. Нет, он просто провозглашал Христа и произошло такое действие. То есть нам также необходимо получить такой ответ. Вот если вы будете провозглашать правильное Евангелие, тогда такие вещи тоже будут происходить. Поэтому вам необходимо испытать это. Вот Петр он поднял Хромова, а что это для нас невозможно? Вот какая разница между между нами и Петром. То есть Петр действительно верил. Вот большинство людей, когда смотрели на Хромова, они давали ему деньги, но Петр он так не поступил. Он сказал, я не буду так делать. Потому что если дам тебе деньги, то ты всю жизнь будешь Хромым. Так не годится. Но даю тебе то, что сам имею. Во имя Иисуса из Назарета встань и ходи. вот что необходимо понять. То, что Хромой встал, это не так важно. Но Петр, посмотрев на Хромов, он говорит, во имя Иисуса Христа встань и ходи. То есть вот это говорит о том, что у Петра была вот эта вера, благодаря которой произошло действие. То есть Петр, он знал, что для Хромова единственный ответ это Христос Иисус. И потом написано, Петр, он внимательно посмотрел на Хрома. То есть другими слами ответ для тебя, ответ на твои проблемы это нематериальные, не физические вещи. То есть потому, что ты с рождения Хромой. То есть с другими слами с самого рождения ты уже родился в бытие третьей главе. Все проблемы, все проклятия личные, родовые уже к тебе пришли. Поэтому только единственный ответ на вот эти все проблемы является Христос. Поэтому когда Петр, он провозглашал вот это Евангелие Хромому, тогда вот это точное Божье время на этого Хромого оно совпало и произошло такое действие. И так же само когда Петр провозглашал Евангелие, Дух Святой действовал. Поэтому произошло такое действие, что Хромой поднялся. Поэтому вы не просто так вот вы случайно проповедуете Евангелие. То есть необходимо когда вы не только тогда, когда вы знаете проблему, только тогда вы можете давать ответ. То есть вам перед тем, как проповедовать Евангелие, вам необходимо увидеть, что этому человеку нужен Христос, необходимость Христа. Но люди, они не видят вот эти вещи духовными глазами, поэтому они всегда пытаются дать что-то другое. Вот если вы увидите, а действительно вот этому человеку нужен Христос, Евангелие, тогда вам надо только ему Христа, это только Евангелие. Вот поэтому когда я осознал это Евангелие, кого бы я ни встречал, я всегда говорил только Евангелие, потому что я понимал, только Евангелие является ответом. И вот даже сейчас, вот когда у меня есть возможность, я проповедую Евангелие, и я всегда провозглашаю Евангелие, даже если собираются люди, они все неверующие, все равно я провозглашаю только Евангелие. И вот несколько дней назад я вот я поехал в автомастерскую, и там я увидел одного мужчину, и он стал начал со мной говорить, и я ему точно Евангелие передал. И вот сразу же я начал проповедовать Евангелие, потому что для него возможно это будет самая последняя возможность. То есть если вы будете провозглашать Евангелие, которым нуждаются люди, тогда совпадет Божье расписание и произойдет действие. Но для храмового подняться было, это было неважно. И даже хоть он встал, но не зная Евангелие, это не имеет пользы. Поэтому те, которые полагают свою жизнь ради провозглашения Евангелия, тогда они могут испытать, что Бог Он живой и с Ним пребывает. И тогда второе, вот если вы будете провозглашать, если вы свою жизнь положите ради провозглашения Евангелия, вы испытаете, что Бог живой. Это был пункт номер один. И пункт номер два. Люди, которые были использованы в служении провозглашения Благой Вести. Пункт номер два. Матфея 16 глава с 13 по 20 стихи. То есть Петр здесь как представительный, представительный, вот как образец. Матфея 16 глава с 13 по 16 стихи. Иисус нам спрашивает учеников, за кого люди меня считают. И вот люди, которые говорили Иисус, Иисус, за кого они считали Его? Одни считали за Яна Крестителя, другие за Ильи, и одни за Ереми, другие за одного из Проков. И вот с таким ответом Божье действие происходить не будет. То есть с таким ответом неважно как часто вы пропадаете Евангелие, действие происходить не будет. Потому что Дух Святой не действует, когда вы говорите неправильные вещи. То есть почему Богу, зачем Богу действовать, если вы говорите неправильно? Иисус То есть вам необходимо понять, кто такой Иисус Христос. Иисус есть Христос. Первый пункт. То есть не просто Иисус Христос. Нет, не так. Павел, он так сказал, Филиппийцам 3 глава с 5 по 7 стих говорится, что познание Христа это самое высокое. Ради этого я отказался от всего. То, что для меня было преимуществом, то ради Христа я пошел читой, мусором. Да потому что почитать и знать Христа это самое высокое знание. Вот этот Павел, он встретился со Христом по пути в Дамаск. Деяние 9 глава с 1 по 15 стих. Вот если вы действительно испытаете Евангелие, тогда я уверен, вы ничего другого делать не будете. Поэтому в первую очередь вам необходимо прийти к ответу. То есть конечно вы можете исповедовать «А Иисус Христос», большинство людей знают об этом, но вам необходимо прийти к ответу во Христе, потому что проблемы вашей жизни не будут решены, если не Христос. Если не Христос, тогда люди не могут решить свои проблемы. Вот если Будда Христос, надо верить в Будду, но Будда не Христос. То есть люди, не важно как они верят в Будду, но они не могут решить проблему бытия третьей главы. Поэтому людям нам нужен Христос. И вот этот Христос, кто Он? То есть не просто Иисус Христос. Нет, нам нужен Христос. И кто этот Христос? Поэтому Иисус спрашивает, за кого люди посчитают Меня? И тогда Петр отвечает в 16 стих «Ты Христос, Сын Бога Живого». И тогда Иисус отвечает Ему «Блажен Ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоти кров открыли тебе это, но Отец Мой сущий на небесах». То есть не то, что Петр выучил это, или выучили это. То есть даже если вы выучите это и будете говорить, действия происходить не будет. Даже вот я после того, как понял Евангелие, даже если я видел бесноватых, я говорил «Иисус Христос». И вот я так говорил «Христос это пророк, священник, царь». И были такие люди, которые просто выучили это, но действия не происходило. Потому что даже сатана знает, что Иисус является Христом. Действительно, вот это должно быть открыто вам Отцом нашим на небесах. И потом Иисус говорит «Да, ты блажен». Почему? Потому что сам Бог открыл тебе это. Поэтому ты блажен, ты благословен Господом. То есть Иисус не сказал «О, Петр, ты умный, ты много учился». А, какую семинарию ты закончил, что ты это знаешь? Нет, Иисус так сказал «Блажен ты, потому что Бог тебе это открыл, Отец мой это открыл на небесах». То есть вот это важно здесь. То есть не просто вот когда вы говорите своими устами, выучили и говорите «Нет, действительно, вот я ходил долго в церковь, а вот этого Евангелия не знал». Поэтому вот не зная точно Христа, вот люди они они так исповедуют «А, Иисус Он как Иоанн Креститель или Иеремия, один из пророков». И обычно люди от вот этих Иоанна Крестителя или других они получают благодать. И вот они сначала наслаждаются, но радуются, а время проходит и эта радость уходит. И вот они сами не могут применить Христа как ответ на свои проблемы. Поэтому вот я лично, я тоже до того, как познал Христа, я очень много страдал. И вот тогда, когда мне объяснили, что действительно Иисус является Христом, после того, как я встретил горницу, вот в моем сердце Бог очень начал действовать. И вот это произошло, вот это произвело изменение в моем сердце, некое покаяние в моем сердце. И вот когда я слушал, вот когда я слушал послание Евангелия, вот настолько вот это Евангелие, что Иисус является Христом, настолько оно взбудоражило мое сердце, что я даже плакал. Вот я когда, вот я, вот насколько я получил благодать от Евангелия, что Иисус является Христом, что даже когда я вышел на улицу, мир мне по-новому показался, все новое. И вот с того момента, тогда каждый раз, когда я слушаю объяснение, что Иисус является Христом, вот всегда мое сердце, оно было переполнено радостью. И вот с того момента, когда я начал прославлять, вот я понял, насколько это благодатное, то, что я узнал об этом. И вот когда я людям говорю обычно, давайте мы исполним нашу веру, Иисус является Христос. Вот люди, они просто, ну просто так говорят, ну Иисус является Христом. Но я вижу, что люди, они, что люди просто устами говорят и все. То есть, вот вы тоже можете говорить, ну ты Христос, Сын Бога Живого. Вот, вы помните, как раньше пасторю Глансовом проповедовал? Вот когда раньше, вот когда раньше включал кассетию, пасторю Глансов постоянно кричал, говорит, «Ты Христос, Ты Сын Живого Бога». То есть, вот это было очень громко, громко и с уверенностью. То есть, вот я, вот я что могу сказать, что большинство людей, хоть они и говорят так, но они не испытали. И поэтому, вот дьявол, вообще-то он смотрит, и он, он все знает. То есть, вот, вот если вы посмотрите книгу «Деяния», там были священники, которые говорили, «Я изгоняю тебя, бес, именем Иисуса, о котором говорит Павел». И тогда, помните, что этот бес говорит? Говорит, говорит, «Павла я знаю, Иисуса я знаю, А ты кто такой?» Помните? И потом побил этого, побил этих людей. Поэтому, вот, хоть вы споведуете, что Иисус является Христом, но вы не знаете так, как Сатана знает это. Поэтому, поэтому проповедование не получается у вас. Вот я не говорю, что вам необходимо кричать об этом. Нет. Но если вы испытаете и придете к этому, и придете к ответу в этом, тогда будет по-другому. То есть, вы будете и громко тогда испытывать, и с уверенностью. если ваше исповедание Иисуса как Христа оно настоящее и правильное, тогда у вас будет чувство, впечатление и уверенность относительно спасения. то есть, только когда вы исповедуете, что Иисус является Христом, только тогда у вас будет уверенность в спасении и впечатление от спасения. и через правильное исповедание, что Иисус является Христом, само собой у вас будет уверенность в спасении. 1 Иоанна 5, 11-13. Свидетельство сия состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Говорит, имеющий Сына имеет жизнь вечную. Если не имеющий Сына Божьего, Сына жизни не имеете. Поэтому все же написано вам, верующим во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что вы имеете жизнь вечную. То есть, если у меня слабое исповедание, что Иисус является Христом, тогда и уверенность в спасении тоже она слабая. То есть, вы слабы относительно уверенности в спасении. Поэтому перед тем, как провозглашать это Евангелие, вам самому необходимо иметь уверенность и впечатление относительно этого Евангелия и спасения. И тогда третье у вас будет правильное исповедание. Я не говорю вам сейчас о нездравом мистицизме. вот когда я вот это испытал, моя жизнь поменялась. То есть, вот жизнь моя тогда поменялась на до и после. Евангелие. Вот когда я осознал это, вот, я пытался делать всякие там движения, течения, но после того, как я осознал Евангелие, я выбрасывал все свои старые книги и проповедовал только, и стал проповедовать только Евангелие. И вот причина, почему я прошу вас рисовать путь спасения и Иванскую диаграфию и Иванскую диаграмму не для того, чтобы вы что-то выучили новое. И вот лучший способ для вас не самому просто рисовать, а когда вы перед другим человеком объясняете путь спасения и Иванскую диаграмму. Вот в самом начале своего служения я постоянно носил с собой маленькую доску и люди, которые стояли были передо мной я постоянно им передавал Евангелие и рисовал. И обычно, когда я рисую путь спасения перед людьми, я первый сам получаю благодать. И каждый раз, когда я объясняю, что Иисус является Христом, я больше всех получаю благодать и я больше всех нахожусь под впечатлением. Поэтому если вы не испытали это, тогда я хочу, чтобы вы начали заново и чтобы вы начали с самого начала и испытали это. Но вот в странах, где много иностранцев, я могу сразу сказать, там Евангелия нет. Поэтому даже если вы знаете, что Иисус является Христом, я хочу, чтобы вы глубоко испытали это. И если вы будете иметь правильное испытание Евангелия, тогда у вас будут испытания, у вас будет правильное понимание проповедования. Что такое правильное проповедование? Это 1 Коринфянам 1, 21. Давайте с вами мы посмотрим 1 Коринфянам 1 главу 21 стих. Итак, что здесь сказано? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. То есть никто не может понять Бога сам. То есть нет такого, что люди что-то исследовали, они говорят, все, я знаю Бога. Нет такого. Друзья, с вами мирской мудрости никто не может понять Бога. вообще-то если вы много учитесь, наоборот, вы перестаете верить. Поэтому сам метод проповеди это юродство, то есть это глупость. И через вот это юродство проповеди Бог желает спасти нас. Поэтому вам необходимо правильно объяснять Евангелие, то есть вам необходимо так объяснять каждому, кого встретитесь. Почему если вы не будете верить в Иисуса Христа, придут бедствия к вам? То есть необходимо очень четко объяснять. то есть не просто вот ну можно верить, но можно не верить. Вот вот так проповедование не получится. В чем причина, почему нам нельзя не верить в Иисуса? Почему надо верить в Иисуса? То есть вот это необходимо объяснять. И вот это есть проповедование. Деяние 13 48. И когда вы и вот самый правильный путь вот это правильным образом объяснить это есть путь спасения. Вот если вы будете проповедовать Евангелие правильно, тогда те люди предуставленные к вечной жизни, они получат спасение. Деяние 13 48. Вера от свыше свыше от слова о Христе. Поэтому вот большинство людей, когда они проповедуют, они просто говорят «Я верю в Иисуса». А и люди так подумают «А, если я поверю в Иисуса, моя болезнь пройдет». Или «Если я поверю в Иисуса, семейный бизнес начнет преуспевать». Вот это Евангелие? Это не Евангелие. Есть очень много людей, которые верят в Иисуса, но они намного богаче. И те люди, которые здоровы, им тогда не надо верить в Иисуса, получается. И давайте так скажем, что даже если вы получили исцеление, но это не проповедование. То есть вам необходимо объяснить абсолютную причину, почему надо верить в Иисуса. То есть без всяких исключений все люди должны поверить во Христа, чтобы их не бедствия, чтобы бедствия не достигли их. И когда вы будете проповедовать людям причину вот эту, тогда вот это мы называем проповедованием. Вот почему я повторяю очень часто, потому что когда я еду в зарубежные страны, я постоянно не могу найти там Евангелие. Поэтому приоритет такой, первое, вам необходимо правильно испытать Евангелие, и тогда вы только станете свидетелем перед людьми. За кого вы посчитаете меня? И Петр так ответил, ты Христос, ты Сын живого Бога. И когда Петр сказал, что так исповедовал, и тогда Иисус говорит, блажен ты Симон Сенонин, что говорит Иисус? На всем исповедании я поставлю церковь мою. То время с вами на том, то, что ты исповедовал, я поставлю церковь мою. Что такое церковь? Это не здание. Собрание людей спасенных, вот это есть церковь. Вот когда Петр так исповедовал, Иисус говорит, на этом исповедании веры, я поставлю мою церковь. Посмотрите внимательно. Вот в церкви что самое важное? Не собрание людей важно. На чем мы созидаем церковь? Вот это важно. Вот в церкви что есть? Вот есть богослужение, люди собираются, а потом также что там есть? Общение есть, и потом обучение есть, и потом служение как помощь тоже есть, и проповедование есть, и миссионерство есть. То есть когда люди собираются вместе, они вот эти все вещи делают. И вот эти вещи они все находятся в церквях. Но что говорит наш Господь Иисус Он говорит, на сем камня поставлю церковь Мою. То есть даже если нет Евангелия, люди не могут собираться в церковь. Даже вот у людей вообще нет Евангелия, они могут собраться и делать все эти вещи в церкви. Вот в Иерусалимском храме много людей собиралось. Но что говорит Иисус? Говорит этот храм будет разрушен. И говорит камня на камне не останется там. Почему? Потому что вот тот храм не был церковью которую Иисус поставил. Поэтому церковь, которая поставлена нашим Господом Иисусом, она поставлена на скале. Матфея, что это за скала? Скала это и есть. Матфея 16, 16, исповедание «Ты Христос, ты Сын Живого Бога». То есть люди, которые собираются с таким исповеданием веры, вот это церковь. Но когда я спрашиваю людей, что значит Христос? И они говорят, мы не знаем, что значит Христос. Мы просто говорим «Иисус есть Христос». И тогда в какого Иисуса они верят? И вот собрание таких людей называют церковью. Но они сами говорят «Вот мы собираемся, мы церковь». Но в глазах нашего Господа это то же самое, что и идолопоклонство. Поэтому вот если вы не пропедуете вот это Евангелие правильно, тогда с Божьей точки зрения это все бессмысленно. Ты Христос, Ты Сын живого Бога. И когда собираются люди, которые исповедуют вот такое исповедание, вот это есть церковь. Поэтому что говорит нам 1 3 11, 1 Коринфянам 3 11. То есть сказано, что вот когда люди строят дом, они строят на разном основании, один на золоте, на серебре, на камне, на дерево, на соломе. Но наш Господь Иисус говорит, не так надо строить. Так сказано, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. То есть очень важно основание церкви. Какое основание церкви? Христос должен быть основанием церкви. Поэтому если на этом основании будет поставлена церковь или же дом, то она никогда не разрушится. Поэтому что говорит Иисус? На всем камне я поставлю церковь мою. Вот вы когда встречаетесь с верующими, вам необходимо сделать так, чтобы они поняли, что значит Иисус и есть Христос и так исповедовали. И когда вы сможете исповедовать, тогда вы сможете в полную силу отдать жизнь свою ради Иисуса. Матфея 4, 19 Иисус говорит, следуйте за мной, я сделаю вас ловцами человека. То есть когда вы поймете, что Иисус является Христом, тогда необходимо следовать за ним. Что говорит нам Матфея 7 глава 24 стих. Говорит, что все дома, которые построены на камне, все они разрушатся, но тот дом, который основан на камне, он никогда не упадет. Поэтому вот один дом построен на песке, другой на камне. Но те люди, те дома, которые поставлены на скале, это и есть смысл, что они поставлены на Христе, потому те, которые слушают слова Иисуса и исполняют слова Иисуса, им необходимо также следовать за Иисусом. И вот я объясняю вот эти все вещи, используя Ивановскую диаграмму. И что необходимо исполнить? Иисус мой Господь. Что значит мой Господь? Это значит в полную силу ему необходимо надеяться на него и повиноваться ему. Если церковь это не делает, тогда церковь вот эта, она в любом случае разрушится. Поэтому проблема в том, что церковь не разрушается. Поэтому очень важно это основание. То есть если не будет вот этого основания, разрушится все. Вот придет какое-то гонение, потом искушение, какая-то трудность и скорбь. Все, церковь она рушится. Поэтому Павел Галатам 2.20 он там говорит, я сраспялся со Христом. И уже не я живу, но живет во мне Христос. церковь, церковь, которая основана на Христе, она абсолютно никогда не разрушится. Вот если вы сможете понять и объяснить правильным образом Евангелие, тогда Бог обязательно прикрепит людей к вам. И вот много людей, когда они воспитывают людей, они пытаются сделать из них своих учеников. Они говорят, они делают так, чтобы эти люди за ними следовали постоянно. И потом они создают какую-то группу в церкви. И вот когда они создают какую-то группу уже, вот они пытаются подчеркивать свое мнение постоянно. Но когда вы встретитесь с людьми, вы пропадете Евангелие и сделаете так, чтобы они были основаны на Христе. Дайте им правильное Евангелие и сделайте, чтобы они следовали за Иисусом, а не за вами. А люди, которые, вот они говорят, о, я воспитываю новообращенного, а они прикрепляют его к себе, делают своим учеником, то они как мошенники. То есть в глазах Бога это плохие вещи. То есть нам необходимо помочь людям, чтобы они следовали за Христом. Я сам, могу, меня быть не должно, я должен исчезнуть. То есть необходимо помочь людям, чтобы они пришли к ответу только Христос. Вот если вы сможете это делать, тогда Бог все вам даст, все прикрепит вам. мы еще не пришли к ответу такому, поэтому Бог не прикрепляет к нам людей. Тогда третье благословение человека, который получил спасение. Третье благословение человека, получившего спасение. Сегодня вам необходимо прийти к ответу. Матфея 16 глава 17 по 18 стихи. Что говорит Иисус? Говорит «На чем камня поставлю церковь мою? то есть те люди, которые исповедуют, что Иисус является Христом, на таком исповедании собирается церковь. И первое, Бог сделает так, что эти люди будут провозглашать Евангелие. То есть мы говорим проповедование. Первое, провозглашение Евангелия, проповедование. Поэтому не просто вы вот так спонтанно проповедуете Евангелие. Вам необходимо самим прийти к ответу во Христе. То есть вам необходимо испытать, что Иисус является Христом, и вы сами должны исчезнуть. Тогда я уверен, что Бог перекрепит к вам людей. И потом написано, что врата ада не одолеют тебя. Время с вами силы тьмы не смогут одолеть меня. То есть это правда. Если вы пришли к ответу, что Иисус является Христом, силы тьмы вас не могут атаковать. И третье, я дам ключи Царства Небесного. То есть до такой степени, что Бог Он доверяет, представьте, нам ключи Царства Небесного. То есть до такой степени нам необходимо иметь веру и следовать. То есть когда время проходит, Евангелие всегда ослабевает и исчезает. А почему это Евангелие исчезает? Потому что все находится во Христе. Если Христос, люди не приходят к ответу во Христе, то они потом начинают сказать что-то другое и в итоге Евангелие исчезает. Поэтому я желаю, чтобы вы постоянно размышляли над Матфея 16 главой с 13 по 20 стихи. Заключение. Если действительно вы будете проповедовать вот это Евангелие, какое благословение Бог вам даст вам? Заключение. благословение. То есть если вы действительно благовестник, который проповедует это Евангелие, какие благословения Бог вам даст? Первое. Матфея 6.33. Написано все остальное приложится вам. Второе. Если вы получите гонение, тогда вы получите благословение во сто крат. Марка 10 глава 29 по 30 стихи. То есть если вы осознали Евангелие, пришли к ответу во Христе и проповедуете вот это Евангелие, тогда вы получите А. Если вы еще получите преследование, вы получите благословение во сто крат. Почему? Третье. Матфея 10 глава 40-42 стих. Если вы проповедуете правильное Евангелие, это тем самым, что вы выходите на местодействие вместо Христа. То есть если вы выходите от лица Христа, тогда вы получите благословение от Христа. И насколько много благословения вы получите, давайте так скажем, если кто-то вам дал чашку воды, он получит награду Благовестника. То есть до такой степени есть вот до такой степени не так много людей, которые проповедуют Евангелие. Вот то же самое было для Петра и для Павла, когда они пришли к ответу во Христе, они так исповедовали. Павел говорит, все остальное мусор, если не Христос. А Петр говорит, нет другого имени поднял, который належал бы нам спастись. То есть Бог, Он использует людей, у которых высокий интеллектуальный уровень. Но это не значит, что те, кто умные, Бог их не использует. Нет. Я хочу сказать, что Бог использует тех, которые пришли к ответу и заключению в Евангелии. То есть если кто-то пришел к ответу во Христе и проповедует только это Христа, тогда Бог прикрепит людей. То есть вот с сегодняшнего момента я желаю, чтобы вы осознали это Евангелие, чтобы вы ходили, проповедовали это Евангелие и увидели Божье действие, вы испытали, что Бог со мной и свершается слово, Бог отвечает на молитвы происходит действие спасения. Желаю, что вы испытали такое действие. Поэтому нет более великого благословения, нежели это. И даже если придут преследования, гонения, вам надо колебаться. поэтому желаю, чтобы вы не один раз послушали, чтобы вы несколько раз прослушали, поразмышляли и вы подумали, вот какого человека Бог использует и почему Бог меня сейчас не использует? И какого человека использует Бог? Желаю, чтобы вы на эту тему поразмышляли. То есть, если вы думаете, а, до сегодняшнего момента Бог меня не использовал, это нормально, почему? Потому что до сегодняшнего момента вы не знали Евангелие точно, но теперь вам необходимо понять Евангелие и тогда Бог будет вас использовать. и даже если вы только один, не страшно, через одного вас Бог может спасти всю страну. Желаю, чтобы вы получили это благословение. Бог, спасибо тебе. Спасибо тебе за то, что в эту эпоху ты позволил нам услышать, понять и проповедовать это Евангелие. Господь, пожалуйста, помоги нам подняться как ученики, как работники, которые не могут не получать Божье использование. А также ты помоги нам испытать, что хоть мы только и один, что мы хоть одни, но через нас будет совместиваться всемирная евангелизация. Во имя Иисуса Христа молюсь. Аминь. Аминь.